Бюджет Петропавловска в 2020 году составил около 63 миллиардов тенге. Деньги потратили на благоустройство дворовых территорий, ремонт дорог, строительство новых домов и многое другое. А вот в 2021 бюджет сократили, выделили всего 44,5 миллиарда. На что потратят эти средства и с какими показателями в Петропавловске закончили прошлый год, об этом на отчетной встрече рассказал Аким города Булат Жумабеков. Тему продолжит Илья Кудряков. Большая часть всех промышленных предприятий региона находится в областном центре. В 2020 году они произвели продукции на 199 миллиардов тенге. Это на 31 миллиард больше, чем в 2019. На заводе ЗИК-100 показатели выросли в пять раз. Выпустить смогли 300 вагонов платформ почти на 15,5 миллиардов тенге. Рост показателей обеспечили и в ТОВФ «Поиск», и на заводе имени Кирова. Здесь же в прошлом году выпустили 54 тысячи единиц компьютерной техники. И это далеко не все примеры. В городе появились новые продукты, произведенные нашими заводами. Это компьютеры, планшеты, полипропиленовые упаковочные контейнеры. Расширенный ассортимент выпускаемой пищевой промышленности. Начали работать предприятия, ранее проставившиеся за отсутствие заказов. По итогам прошлого года во всей области построили больше 300 тысяч квадратных метров жилья. 183 из них возвели в областном центре. Это на 20% больше, чем в 2019. Начали строительство 26 бюджетных и 14 коммерческих домов. Основные работы ведутся в микрорайонах Жас-Оркен, Береке и по улице Уалиханово. Но с сдачей новых домов необходимо создавать и условия для комфортной жизни населения. Например, во время отчетной встречи Акиму города поступил вопрос о строительстве детского сада. Строительство детских садов мы будем решать через государственные частные партнерства. В прошлом году мы эти работы проводили, к сожалению, не смогли довести до конца. Но в текущем году, я думаю, мы сможем найти компании, которые зашли бы и за счет государственных частных партнерств строили бы детские сады. Хочу отметить, что в данном микрорайоне у нас есть свободные участки. Специально два участка зарезервированные именно для строительства детских садов. Детских садов имеется даже проектно-сметная документация разработанная. Если возможность будет с государственным бюджетом, то мы будем строить за счет госбюджета. Если же этого не будет, то будем рассматривать все-таки варианты государственного частного партнерства. Новый асфальт, футбольное поле и тренажеры в каждый двор. В прошлом году удалось заасфальтировать 95 дворовых территорий. Потратили на это 621 миллион тенге. Установили 58 детских игровых площадок. В 2021 году эту работу планируют продолжить и охватить комплексным ремонтом еще 60 дворов. А уже через год работы хотят полностью закончить. Сейчас в очереди на асфальтирование стоит 128 дворовых территорий. Главное привлекать добросовестных подрядчиков, а в случае необходимости сразу бить тревогу о некачественно выполненных работах. Работа подрядчиков бывает зачастую недобросовестная работа. К сожалению, сегодня слабо регламентирована ответственность как подрядчиков, так и технического назора. Вот пример компании Косфортис. В 2020 году этим подрядчикам некачественно уложен асфальт во дворах по улицам Сальпалева, 34, Рижская, 9, Букетова, 51, Абая, 102. Только благодаря своевременному вмешательству граждан и общественности все работы были переделаны. Поэтому нужно усиливать общественный контроль. Мы об этом всегда говорим, просим. Одним из острых вопросов и проблем для жителей областного центра является общественный транспорт. Каждый день в соцсетях можно увидеть десятки гневных комментариев о некачественной работе автобусов. Действительно, большей части общественного транспорта Петропавловска уже давно поразны на списание. В прошлом году при поддержке Акима области удалось заключить договор на покупку 100 новых автобусов. В начале этого года привезли только 7. Различного рода проволочки приводят к длительности процедур. Мы видим буквально ежедневные жалобы людей на работу общественного транспорта. Что это такое? Деньги выделены, механизмы определены. Теперь чиновники с областного управления транспорта плюс экономика, плюс Акима от города затягивают эти процессы. Почему, спрашивается? Ну? Поэтому мы не позволим превратить вот эту хорошую инициативу в предмет гокритики. Плохой общественный транспорт – это далеко не единственная проблема в сфере пассажирских перевозок. Многие петропавловцы жалуются на непродуманную систему движения маршрутов. Добраться из одной точки города в другую без пересадок бывает невозможно. А иногда и вовсе нельзя. Поэтому необходимо кардинально пересмотреть подход к этой проблеме. В прошлом году проводили и закончили работу по оптимизации маршрутов. Но пока их не внедряем до приобретения автобуса. Потому что тот парк, который существует, он просто не вытянет новые маршруты. Поэтому, но в планах уже конкретно все это обозначено. Кроме того, в связи с тем, что будут вводиться новые автобусы, нам выделены дополнительные средства с областного бюджета. Это порядка 70 миллионов. Потому что мы провели некоторые реконструкции улиц под эти автобусы, которые более, как минимум, 8,5-10 метров. И, соответственно, мы будем менять несколько структур наших улиц, особенно повороты, заезды, делая удобное для данного транспорта. В сфере здравоохранения в прошлом году уделили особое внимание. Закупили новые кареты скорой помощи. Обновили материально-техническую базу. Закончили строительство новой модульной инфекционной больницы. Начали возводить медучреждение в микрорайоне Береке. В этом году планируют его закончить. Это позволит жителям этого микрорайона не выезжать в другие части города, что значительно сэкономит им время. А вот у жителей микрорайона Жасуркен пока такой возможности не будет. Следующий вопрос. Жасуркен. Много новых домов, не хватает поликлиники. Приходится обслуживаться в первой поликлинике. Ну, и Балат Серикович, я в выступлении сказал о том, что в Жасуркене будет новая поликлиника. Сейчас определяем место, где ее расположить. Она будет типовая, на 250 посещений мест. В этом году также строительство начнется. В 2020-м финансирование сферы образования составило 15 миллиардов тенге. Это позволило провести капитальный ремонт в учреждениях образования и начать строительство новых. В прошлом году открыли школу на 900 мест в микрорайоне Жасуркен. В 2021-м планируют сдать в эксплуатацию еще одну школу по улице Олиханова. Илья Кудряков, Владимир Нуржанов, Служба новостей.